Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Привет! Приветики! Сегодня у нас второй конкурсный день. Борьба в самом разгаре. И хочу, чтобы вначале вы поделились своими впечатлениями. Как вам первый игровой день? Кто настроен на победу? А может, кто-то хочет уже сдаться? Ну-ка, Дим, как ты настроен? Отлично! Отлично настроен. Ты бороться будешь, да? Так, Маша, а ты как? Не сдаешься? Нет. А настроение как? Отлично! Как хорошо! Молодцы! Хорошо, тогда самое время начинать наш первый конкурс. Тема нашего разговора сегодня, как и вчера, это правила дорожного движения для детей. Сегодня все будет ненамного сложнее, чем вчера, но с завтрашнего дня, ребята, готовьтесь к серьезным испытаниям. Ну что ж, условия первого конкурса. Перед вами, ребята, я сейчас разложу карточки. Вы будете брать по одной и отвечать на вопросы, которые я здесь для вас предлагаю. Каждый правильный ответ стоит две фишки. Итак, кто насчет первым? Машенька, ну и девочки устроены. Так? Мария, выбирай карточку, какая тебе нравится, читай вопрос и отвечай на него. Никакой сигнал светофора можно переходить... На какой? На какой сигнал светофора можно переходить улицу? Пожалуйста, на какой? Зеленый. Умничка! И ты зарабатываешь две фишки. Дима, можешь ты их населить. Ух, я с него рука. Какие машины могут съездить по тротуарам? Подъемные машины, такие подъемные тракторы. Краны. Краны, которые очищают дорогу, чтобы нам было удобно ходить. Ну, дороги очищают же не подъемные краны, подъемные краны, которым нужно подъехать к дому, чтобы подняться на какую-то высоту, да? Еще. Еще тракторы, которые очищают нам, ну, вы самое, путь. От чего очищают? От снега. От снега, правильно. Еще какие машины могут ездить по тротуару? Много есть служб, которым нужно оказать помощь людям. Какие это службы? Скорые. Правильно, машина скорой помощи. Еще какие машины? Милиции. Ну, милиции, может. Так, хорошо. Так, а еще? Пожарные. Правильно, правильно. Вот эти машины все, конечно же, тоже имеют право подъезжать, ездить по тротуару. Держи, молодец. Машенька, следующий вопрос. Ты тяни. Какую карточку ты выбираешь? Давай, 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 давай. Быстро. Так, читай. Что регулирует движение на улице? Это мы уже учили в школе, давай. Тише, тише, тише. Машенька, вспоминай. Светофоры. Правильно. Регулировчики. Регулировщики. Правильно, Машенька. Знаки. Дорожные знаки. Знаки. Правильно. Умничка. Молодец. Ух, спасибо. Итак, держи две фишки. Дима, читай свой вопрос. Если светофор сломался, кто регулирует движение? Регулировщик. Регулировщик. А ну-ка еще расскажи регулировщик. Ле-гу-ли-ровщик. Не ле-ре-гули-ровщик. Не регули-ровщик. И все равно лето. Регулировщик. Но, тем не менее, ответил ты правильно, поэтому две фишки ты заработала. Машенька, оттяни следующую карточку. Вопрос. Ой, а вот это что? Давай. Какие правила поведения в транспорте вы знаете? Что там нельзя бегать, прыгать. Ну, зачем? Громко разговаривать, не кричать, не компризничать, ни музыку не включать. То есть, надо телефон поставить чуть-чуть пониже, чтобы оно не очень громко звонило. Правильно, Машенька. Водителю можно мешать во время движения? Нет. Отвлекать его? Ни в коем случае. Нельзя отвлекать водителя во время движения. Еще написано. Сейчас разговаривает Маша. Это ее вопрос, и она отвечает. Если вдруг у тебя будет желание дополнить, то это ты сделаешь в конце. Понятно? Культурно, и мы ведем себя правильно. Правильно. Машенька, а вот если очень хочется из окна, можно так высунуть голову? Нет, нельзя, потому что если какая-нибудь машина несется, то она может как бы, если ты высунишь руку, она может тебя задеть. И ты можешь сломать палец, руку саму. Конечно, все верно. Ну что, Дима, есть чем дополнить? Да. Там еще написано. Всегда покупайте билеты на остановках. Хорошо. Не отвлекать во время движения покупкой своих талонов. Дим, скажи, а что еще тебе, как мужчине, ты зашел бы в общественный транспорт и увидишь, например, девочку, которая стоит, или бабушку, которая стоит? Я бы ей уступила место. Точно уступил бы? Да. Значит, ты истинный мужчина. Молодец. Ну, за дополнение, ты знаешь, такое хорошее ты фишку зарабатываешь. Машенька, тебе я вручала, еще тоже не вручала, да, фишки? Держи. А только одно и все? Ну да, ты же дополнила. Это Маша, не был вопрос. Она на него хорошо ответила, а ты дополнил, поэтому тоже зарабатываешь фишку. Дим, тяни карточку. Можно ли по тротуару бегать или прыгать? Нельзя. А почему объяснишь? Совсем коротко ты нам отвечаешь. Почему нельзя? Потому что, если ты, например, будешь прыгать, вот мы говорили о тех машинах, они могут как там, заехать на тротуар и могут тебя сбить. Правильно. По тротуару нужно ходить спокойно. Спокойно. Потому что можно всякие разные препятствия натолкнуться. В случае, если ты ведешь себя неспокойно. Хорошо, Дима? Держи. Что? Дополнить? Да. Пожалуйста. Ну вот, или, если он просто бегает в разные стороны, смотрит и вперед не смотрит, то велосипедист тоже не смотрит. И он едет и может его тоже сбить. А не можно еще на дорогу выскочить? Да. Да, да, ребят. Все верно. Маша, ты тоже зарабатываешь фишку за дополнение. Ребята, вы большие молодцы, очень хорошо отвечали на вопросы. Итоги этого конкурса мы подведем чуть-чуть позже. А сейчас хочу предложить вам очередную встречу с нашим экспертом по детской безопасности, тетей Олей, которая работает где? В ГАИ. В ГАИ. Совершенно верно. Внимание на экран. Здравствуйте, мои маленькие друзья. Здравствуйте. Сегодня наша вторая встреча, и мы продолжаем увлекательное путешествие в мир правил дорожного движения. Сегодня мы будем говорить о дорожных знаках. А какие знаки дорожные знаете вы, ребята? Есть знак, что там нельзя велосипедом ездить. А есть знак, где нельзя ходить людям. Есть знак, что там надо переходить под подземным ходом. Есть знак, что рядом есть клиника. Есть знак, что здесь остановка. Есть знак, что здесь можно переходить. Есть знак, что можно здесь ехать на велосипедах. Есть знак, который там обозначает, что здесь нету стоянки. Есть знак, там он обозначает, что нельзя ехать в машинах. Молодцы, ребята! Для вашего возраста это достаточно. А вот вам известно, что и у дорожных знаков есть свои будни и выходные дни. Сейчас расскажу подробнее. Часто к различным дорожным знакам применяются дополнительные таблички, которые называются знаки дополнительной информации. Если под дорожным знаком расположена вот такая табличка, она говорит о том, что знак действует только в рабочие дни, а в субботу, воскресенье и по праздникам данный дорожный знак соблюдать не нужно. А если вот такая табличка находится под знаком, то знак будет действовать наоборот. В выходные и праздники его требования нужно выполнять, а вот в будни не нужно. На сегодня, ребята, это все. Берегите себя и до новых встреч! Итак, ребята, время финального конкурса на сегодня. Конкурс называется «Красно-зеленая эстафета». Держите «красная-зеленая». Я буду читать фразу, ребята, а вам необходимо будет ее продолжить, подняв красную либо зеленую. Красная карточка обозначает «запрещается», а зеленая «разрешается». То есть вы продолжаете фразу «разрешается», «запрещается». Либо красную, либо зеленую. За каждый правильный ответ, ребята, я вам дам по две фишки. Плюс одну тому, кто быстрее поднимет, но правильную карточку. Понятно? Да. Хорошо. Тогда первую фразу я читаю. Вы продолжаете. Идти толпой по тротуару. Правильно, запрещается. Хорошо, мгновенная реакция у Маши. И Тима тоже за правильный ответ зарабатывает две фишки. Вторая фраза. Перебегать дорогу. Правильно, запрещается. Просто мне неудобно это. Я думаю, что здесь все так. Я думаю, что здесь. Ну, так ты запоминай, где. Ну, внимательно. Смотри, Маша запомнила, где. Она внимательно смотрит, отвечает, мгновенно реагирует. Ты запомни, где у тебя в какой руке. Карточка какая? Третья фраза. Помогать пожилым людям переходить улицу. Правильно, разрешается. Чуть-чуть, Маша, была быстрее. Чуть-чуть буквально. Ну, ничего. Ты же лидировал по итогам первого дня. Итак, выбегать на проезжую часть запрещается. Правильно. Маша просто скоростная у нас девочка. Дима, ты заметил? Ну, что поделать. Таковы правила. Кто быстрее, тот фишку за скорость. Следующая фраза. Переходить дорогу на зеленый свет. Правильно, правильно. Дима, все та же картина. У Марии три, у тебя две. Последняя фраза. Уважать правила дорожного движения. Правильно. Разрешается, конечно же, разрешается. У Марии три, у Димы две. Итак, ребята, карточки кладите. Конкурсы во второй игровой день завершены. Внимательно, пожалуйста, считайте фишки. Итак, во второй игровой день счет 25-19. Оставляем фишечки на месте. Ребят, готовимся, встречаемся завтра. А на сегодня пока. До встречи, ребята. Пока. До свидания. До свидания.